Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Елена Алёшкина, президент Федерации фитнес-аэробики Рязанской области, и Наталья Тихонова, преподаватель семинаров по фитнесу. И поговорим мы сегодня о том, что буквально на днях региональный форум учителей физкультуры состоялся в нашем городе, учителей физкультуры, да, общеобразовательных организаций Рязанской области. И вот вопрос у меня к девушкам. Ну, наверное, в первую очередь расскажите, вообще откуда взялась такая идея провести вот такой мастер-класс для учителей физкультуры? Идея возникла от нашей федерации, было предложение Министерству спорта Рязанской области. А причина была наше присутствие пять лет назад на таком форуме в Москве, в Казани. Это не новое мероприятие. И, в общем-то, мы в нашем регионе хотели бы тоже наших учителей приобщить к фитнесу. Ну, и поддержал нас Министерство спорта Рязанской области и Министерство образования. И вот такое мероприятие у нас получилось грандиозным, которое прошло у нас в течение всего дня проходило. То есть всё это было сделано во благо того, чтобы физкультура в нашем городе преподавалась вот как бы хорошо, по полной программе, да, и с отдачей. Чтобы привлечь детей на уроки физкультуры, чтобы они хотели идти на уроки физкультуры, чтобы в дальнейшем смогли сдавать нормативы ГТО. Фитнес-программы, которые сейчас мы хотим внедрить, они помогут сдать именно нормативы ГТО. Сейчас, насколько мне известно, что с этим столкнулись. С такой проблемой, что дети не готовы к этому. А почему дети не готовы к этому? Ну, потому что на физкультуру ходят мало, пишут без желания, приносят справки, освобождение, не хотят идти скучно, неинтересно. Вот то, что мы слышали от детей. Гиподинамия. Это причина тому, что не могут сдать комплексы, какие-то нормативы, просто даже не ГТО, а те, которые положены на физкультуре. Допустим, 10 отжиманий мальчики, 5 подтягиваний, девочки в висе-лёжа. Это большая-большая проблема. Поэтому мы озвучили это так, что давайте мы в ногу со временем будем шагать и всё новое внедрять в наши школы. Почему нет? Фитнес шагает по стране уже давно. Почему Рязань должна быть, плестись в конце? Я думаю, что и вот эти программы, которые уже давно внедряются, прошли апробацию во многих школах Москвы и Подмосковья, они доказали только одно, что дети на ура принимают все новшества, и, в общем-то, им интересно идти на физкультуру и заниматься, и уже справок освобождения стало намного меньше. Ну вот я понимаю, что всё-таки от учителей очень многое зависит, да? Очень многое зависит. Вот, к сожалению, что у нас на нашем мероприятии было малое количество из Рязани, а были в основном учителя из области. очень открытые люди, которые хотят развиваться, хотят развивать свой урок, скажем так, разнообразить урок. Ну вот, к сожалению, что учителя Рязани откликнулись не так, как мы хотели бы. Да, мы ожидали большего количества учителей на этом форуме, но первое мероприятие, я думаю, что всё равно можно поставить пять, но с небольшим минусом там. Ну, отрицательный результат – это же тоже результат, и можно задуматься, что как бы есть над чем работать, куда дальше шагать. А в мероприятии принимали участие только учителя физкультуры или нет? Да, учителя физкультуры. Сколько всего человек было? 150 человек. 150 человек, да, те, которые участвовали и в спортивном блоке, и на площадках, которые были организованы Министерством образования. Это у нас были дискуссионные площадки, три дискуссионных площадки работали, то есть и методисты участвовали тоже. Ну, не всем же вести физкультуру, да? Поэтому очень интересно получилось такой и спортивный был, двигательный, активный блок, и пища для ума была. Ну, а вообще, как вот отреагировали учителя физкультуры, да, на такие предложения? Ну, например, насколько я себе представляю учителя физкультуры, вот помню со школы, да, был такой дядечка. И вот я как бы с трудом представляю этого дядечку, да, который будет вести какую-то фитнес-аэробику. Вот были такие у нас дядечки, и что было приятно, эти дядечки участвовали во всех блоках, в активных, и была отдача очень хорошая. Несмотря на то, что были учителя те, которые в возрасте, те, которые молодые, все отреагировали очень положительно. И они хотят, чтобы проводили такие мероприятия чаще, чаще. Кстати, вот планируется в ближайшем будущем еще какое-то повторение? По опросам, которые были проведены по окончании форума, учителя дали положительный ответ и даже обозначили многие темы, чтобы они хотели раскрыть для себя, какие методы повышения квалификации они видят, и сколько раз проводить такие форумы. Ну, в общем-то, 80% присутствующих написали в своих анкетах, что раз в год такой форум проводить нужно, необходимо, и даже готовы были поделиться своим опытом каким-то, чтобы это был обмен, чтобы это было живое общение, свои какие-то программы, инновации. Вот на этом форуме открывать и раскрывать. Ну, достаточно плодотворно так. Мы уже задумались, какие темы, кого привлечь, какой вид спорта, возможно, предложить еще учителям внедрить в школы, и вот какой-то такой более обширный, расширенный какой-то материал дать на будущих наших форумах. А вот как считаете, да, то, что уроки физкультуры, они будут как бы становиться интереснее, да, лучше, разнообразнее, вот это как-то привлечет, может быть, новых молодых учителей физкультуры, опять же, в школу? Безусловно, безусловно, потому что, когда урок разнообразный, он дает результат, и, ну, для детей, потому что для детей, ну, скажем так, погонять мяч, сказать, там, ты отжимайся столько-то раз, ты там подтягивайся столько-то раз, но это скучно на самом деле, нужно разнообразить уроки, и чтобы это, ну, скажем так, час пролетал незаметно, вот, с пользой дела. Вот, и тогда дети будут с удовольствием идти заниматься на такие уроки, и не будут где-то там, не знаю, там, курить, пить пиво и так далее. Вот, и учителя физкультуры, которые выпускаются каждый год, немалое количество, да, молодых специалистов, они будут с удовольствием идти работать, потому что то, что сейчас, оно немножко, не знаю, права или не права, оно устарело, пора обновлять, и мы готовы в этом помочь. То есть подведем итог, что все-таки мы можем рассчитывать, да, на светлое, спортивное будущее. Конечно, безусловно, только в это верим. Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня были Елена Алешкина, президент Федерации фитнес-аэробики Рязанской области, и Наталья Тихонова, преподаватель семинаров по фитнесу. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин